Телерадиоканал Все слышно Всем все слышно, но микрофон давай поближе А сейчас я буду перечислять все твои регалии, потому что они заслуживают того, чтобы быть перечисленными Во-первых, у тебя рекорд Гейнаса, наибольшее количество отжиманий на кулаках за одну минуту, 107 повторений Вот, это круто, покивало Было 115, но засчитали 107 А почему как-то так? Такой вот жюри у них, эксперты Это как, они сказали, что кулаки были не сильно кулакастые или что? Они этого, не было, не был дан ответ на этот вопрос, так сказать Поэтому они просто засчитали 107 А я знаю, это для чего, это для того, чтобы они потом вот там вот в Америке могли тебя догнать Но ничего, мы-то знаем, что ты скоро преподнесешь им новый сюрприз Значит, есть у тебя рекорды России, наибольшее количество отжиманий на ладонях за одну минуту, 90 повторений Наибольшее количество отжиманий на кулаках за одну минуту, 99 повторений Да, это то, с чего я начинал Наибольшее количество отжиманий на кулаках, это вот уже то, что рекорд Гейнаса Контактные пробивные удары. Это что такое? Да, это прямые удары руками, контактные пробивные. То есть, соответственно, стоит человек. На тот момент это был мой тренер. Он держит лапу в руках, и мне нужно нанести удар. Слушай, а я думала, это ты вот тех вот с усудей немножечко. Нет, 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 я человек добрый, миролюбивый. Это очень хорошо, нам всем повезло. Так, и обратное отжимание с наибольшим весом. 200 килограмм и плюс собственный вес. Что это такое? Это, соответственно, две тумбы, допустим. Две точки опоры. То есть, держусь на одной тумбе я ладонями, соответственно, точка опоры первая. Вторая это с ахиллес. То есть, голень. И мне на бедра кладется вес. Ой-ой-ой. То есть, наибольший вес мы начинали тогда со 150, ну так, для разминки. Вот, 150, первый. Повторение сделал. То есть, полная амплитуда, 90 градусов. Раз-два, готово. А не страшно вот тебе, что тебя там как-то к полу приждут? Абсолютно не страшно. Очень даже приятно. Ну, знаешь, у всех свои понятия. Конечно, мышцы сокращаются. Это чувство непередаваемо. Следующий вес был 175. Ну и закончили на 225. Ну прям совсем закончили или еще будешь повышать? Будем повышать. Но в том-то и дело, 225 не пошло. Вот, а 200, 200 пошло. Слушай, мне очень нравится вот такой словооборот «будим». А кто, кого ты еще зачисляешь в свою команду? Кто к твоим рекордам причастиен? Ну, это моя группа поддержки. Вот, я веду такой свой блог на своих страницах ВКонтакте, в Инстаграм. Есть канал на Ютубе. Вот, его я сейчас планирую еще больше активировать. Потому что, как правило, нужно же еще успевать тренировать, тренироваться. Вот, готовиться к рекордам. Сейчас вот готовлюсь как раз к рекорду Гиннесса, который будет, попытка, которая будет производиться в ноябре на крутом супер-мультиспортивном фестивале спорта SNPRO EXPO. Будет он проходить в Сокольниках, как раз какие там числа у нас, 9, 10, 11 ноября. Будет очень много спортсменов, знаменитых. Костя Дзю приедет, супер-блогеры. В общем... Ну ты себя к супер-блогерам уже причисляешь, нет? Ну я пока что блогер. Сколько у тебя там подписчиков? Подписчиков? Ну в друзьях у меня где-то возле 5000 подписчиков, тоже возле 5000 просмотры. Ну в общем, все активно. Активно развиваемся. А целевая аудитория у тебя девчонки или мальчишки? Или эти и другие? И девчонки, и мальчишки. Не считал. Ну я как бы это не анализирую. Главное, что людям нравится, пишут мне то, что классно, мотивирует. Слушай, ну у тебя есть шанс просто в течение этого часа меня даже промотивировать. Я прям чувствую, как твоя энергетика мне передается, потому что я самый ленивый человек на свете. Я пытаюсь тоже войти в книгу рекордов Гиннесса с этим титулом. Но пока еще, так сказать, в процессе. Сейчас мы с тобой прервемся ненадолго. У нас попоет Лена Темникова. Кстати, она в прекрасной физической форме. Вот, да, мы с тобой тут будем танцевать. Попоем. Потанцуем. Меха будут тоже подпевать. Зарядочку, обязательно зарядочку. И тогда позитив будет на цели. Слушай, ну давай, зарядку мы еще сегодня не делали. Скоро вернемся, друзья. Вот у нас тут сплошной речитатив, потому что языком-то я молотю, ого-го, как хорошо умею. Андрей Лобков у меня в гостях. И Андрей мне говорит, а давай-ка сделаем зарядку в прямом эфире. Но я пока ломаюсь, друзья, потому что я себе представляю, какое это будет зрелище. А я тебе... Ну, зрелище будет самое обычное. На самом деле, зарядка очень полезная. Вот, она чем помогает, чем она полезна? То, что заряд бодрости, духа на целый день. Ну, ты мне скажи, у тебя упражнения, которые способны выполнить абсолютно любой человек? Абсолютно каждое. В основном это суставно-связочная зарядка, вращательное движение. То есть голова, плечевой пояс, ротаторы плечевые, туловище, таз, коленный сустав. То есть, ну, все элементарно. А польза-то в чем? То, что у нас в обычном процессе, то есть жизнедеятельности, то есть капиллярная система периферическая, которая отвечает за жизнеобеспечение, то есть органов, костной структуры, она у нас практически не задействована. Ага. Для того, чтобы ее активировать, да, нужно элементарно сделать хотя бы утром, уделить 5-10 минут этой зарядке волшебной. То есть, прям, если даже 5 минут будешь уделить, будет польза? Заряд позитива, энергии и долголетия вам просто обеспечены. Слушай, ну, ты так хорошо расскажи. Я подумаю сейчас, может быть, мы с тобой сделаем зарядку. Почему бы и нет? Ты мне расскажи про то, как ты готовишься к рекорду. Потому что, ну, я так понимаю, что это специальный усиленный режим тренировок, какое-то питание специальное. Я не знаю, может быть, ты ходишь к психологу, чтобы вот он тебя настраивал. Что касается психолога, я сам себе психолог. Для этого у меня есть волшебные доски. Это что такое? Необычные доски. Доски садху называются, которые использовали еще в древности йоги. То есть, это в Индии еще несколько тысяч лет назад. Я не понимаю, они тебя как стимулируют? Ты их боишься? Ты себя наказываешь ими? Это такой прямой активный массаж на стопы. Идет на стопы. Ну, на них можно также еще и лежать, стоять, отжиматься, что также я пробовал. А ты с собой их принес? С собой. Могу продемонстрировать, но я думаю, мы оставим это на подпад. Ну, давай, давай, да, чтобы не шокировать людей сразу. Человек будет там на гвоздях расхаживать. У нас прямой эффект. Идет активное воздействие на акупунктурные точки, на голеностоп, соответственно. Стопы. Там все органы, то есть акупунктура всех органов. И ты стоишь, идет воздействие. То есть, это также помимо влияния и действия на наш организм, также на психику. То есть, здесь самонастрой. Самонастрой, да, идет. Прямо регулировка эмоционального состояния. Да, да. То есть, задать установку, называется она аффирмация в психологии. Вот, то есть, ты стоишь и концентрируешься. То есть, когда ты стоишь на чем-то остром, ну вот, как на этих досках, у тебя идет предельное такое напряжение. То есть, ты как будто в какой-то кризисной ситуации находишься. Вот, и как раз это состояние внутреннее, оно подходит для моделирования вот этого вот составляющего будущего, той цели, к которой ты стремишься. А сколько нужно стоять вот на них, чтобы осознать, что ты в кризисной ситуации? А вы как только встанете, вы это почувствуете. У вас будет, да, такая возможность. Так, ну помимо того, что ты стоишь на досках и настраиваешь себя на нужный лад, что ты еще делаешь? Тренируемся. То есть, помимо того, что, естественно, йоги, самонастроя, также физическая нагрузка. Я здесь использую методики, которые и в пауэрлифтинге, и в фитнесе, и в бодибилдинге. То есть, я стараюсь развивать свое тело не только пластику, пластику, стретчинг, растяжки, эстетику, то есть, чтобы все было пропорционально, силу и выносливость. То есть, я стараюсь уделить внимание всем качествам. И также развиваю эти качества у своих учеников, которые ко мне обращались. Так, а вот питание, то есть, это важно, не важно? Питание, да, режим очень важно. Помимо того, что, помимо тренировочного режима, который необходимо соблюдать, потому что в поставленной цели необходима систематика тренировочная. Также режим питания. То есть, то, что касается количества БЖУ, белки, жиры и углеводы, то есть, нутрициенты, которые поступают к нам в организм, являются фундаментом строительным. Вот, здесь все зависит от целевой задачи. То есть, если целевая задача – масса набор, то, естественно, количество нутрициентов, питательных элементов должно быть больше. То есть, той энергии, количества, которую мы затрачиваем. То есть, есть надо? Да, но есть нужно правильно. Есть нужно правильно. Так, я, насколько знаю, что у тебя есть некая особенность. Ты совершенно не придерживаешься каких-то стероидных составляющих, все натуральное. Но об этой особенности мы с тобой поговорим сразу после рекламы. Прервемся, друзья, ненадолго и вернемся к вам. Будьте с нами. Ох, какая у нас интересная тут идет беседа и вне эфира. Все, Андрей меня уговаривает заняться зарядкой. Я скоро-скоро соглашусь, но пока давай все-таки к питанию перейдем. Вот есть такие люди, да? Вот есть такие люди, как мой муж. Я же уже, знаешь, вот это все знакомые, друзья, нужно проконсультироваться заодно. Муж, поподробнее. Все время хочет есть, все время ест, но он худой. А я ем с ним за компанией, я толстею. Я ему говорю, ну нельзя же столько есть, почему ты такой худой? И самое главное, ты понимаешь, меня с твой кровь все время припозоривает. А мы как приедем, она начинает слезы, что я его не кормлю. Что с ним делать? Как я понимаю, то, что у вашего мужа быстрый обмен веществ. Этот тип стелосложения называется эктоморф. Соматотип. То есть у него обменные процессы, базальтовые, так сказать, они называются, они у него быстрые. То есть помимо того, что у него не успевать ничего откладываться, то есть про запас, все расходуется. То есть это люди, которые внутренней жизни очень активно. Обменные процессы. Для того, чтобы получить какой-то результат, ну с точки зрения увеличения показателей веса, допустим, здесь просто поправиться мало, обязательно необходимо заниматься спортом, обязательно необходима силовая работа. Для чего именно? Сейчас секундочку. Для того, чтобы создавать новые клетки мышечные. И вот те нутриценты, питательные элементы, которые будут человеку в процессе питания. То есть, естественно, здесь и диета, все должно быть как положено. Кушать нужно часто, средними порциями, в общем, там все. Пускай обращается. Слушай, а мы сейчас с тобой говорим про простую еду или про спортивное питание? То, что касается спортивного питания, вы знаете, к этому я отношусь неплохо. Спортивное питание, оно помогает тем людям, у которых действительно, то есть, насыщенная там, допустим, рабочая сфера. То есть везде у них, допустим, какие-то командировки. Нету времени перекусить, ну просто покушать, зайти. Для этого да, то есть есть спортивное питание, вот допустим, шейкер какой-то. Вот, хоп, насыпал, размешал, вот, протеин. Обычный протеин, либо гейнеры. Ну вот. То есть это как за прием пищи, считается. Так, а вот... В этом ничего плохого и вредного. А вот что плохого вот в стероидных составляющих? Потому что я знаю, что в свое время, когда открыли, все так гликовали, что даже самые худые люди могут там, не знаю, что-нибудь себе в колоте стать качками такими красивыми. Это, честно говоря, я не сторонник анаболических стероидов. И, честно говоря, те люди, которые смотрят на мою форму, как бы они удивляются, говорят, да ты нас обманываешь, друг. Что-то ты все-таки, как это называется, химичил. Ни в коем случае, ни в коем случае. Те люди, которые меня знают, со мной тренируются, они видят, как я работаю, как я выкладываюсь. Вот этот эффект, который создается приемом анаболических стероидов, запрещенных этих препаратов, он временный, на самом деле. Я его называю вспышка. То есть вот как звезда. Какие-то соревнования, которые у них проходят. То есть ты выступил, все, форма, с которой ты начинал, она может даже... Она возвращается к ней и может стать даже меньше. Как правило, это грозит еще психологическими расстройствами. Есть такой термин, как стероидная ярость. Ой-ой-ой. То есть, да, человек... Ну, я сравниваю, честно говоря, как это такие современные наркотики. То есть у человека меняется сознание, потому что это все-таки гормоны синтетического происхождения. То есть человек... Это стимулятор. Человек становится... Ну, состояние сознания меняется. Я считаю то, что нужно самому быть готовым. И самое главное, не то, что нужно, можно это делать без всяких искусственных договоров. Все верно. Вот, кстати, Андрей может вам рассказать, как это сделать. Продемонстрирую вам свою форму. Да, Андрей, обещал. Когда будем стоять на гвоздях, да, то есть представим, что я настоящий йог. Девчонки, мне кажется, вот сейчас нужно, даже те, кто слушает нас по радио, обязательно включайте телерадиоканал Страна.ФМ. Это 732-я кнопка Приколор.ТВ. Это приложение в ваших гаджетах. Это, конечно же, наш сайт страна.ФМ, потому что здесь совсем скоро мужчина покажет свою красивую форму. Скоро вернемся. Создана абсолютно натуральным путем. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Всем доброе утро еще раз. Валерия Майорова в студии. И Андрей Ловков у меня в гостях. Это величайший спортсмен, рекордсмен книги рекордов Гиннесса. И сейчас ты знаешь, что сможешь еще один рекорд записать. Я абсолютно обычный человек. То, что ты вытащил саму Майорову лентяйку страшную на зарядку. Ну, давай, знаешь, как вот в этих передачах 80-х годов. Ставьте ноги на ширине плеч. Давай, рассказывай. Да. Что нам делать? Можно на ширине плеч, можно чуть пошире. Суставно-связочная разминка называется. Перед тренировкой я ее использую как разминочку, а утром как зарядку. Что она дает? Тонус. Тонус. Тонус придает организму. Ну, давай, ты начинай, я за тобой. Так, вращательные движения головой. Угу. По кругу. Пять круговую в одну сторону. А так вот голова кружится, ты знаешь. И пять круговую. Но это пока что. С непривычки. Я сейчас тут... Вы особо не торопитесь. Я упаду. Так. То есть процесс натяжения. Чувствуем небольшое натяжение. И как раз вот работаем по оси. В другую, да, уже? Это мы сделали дальше. Так, наклонные движения. Ну, давай. Вперед. Вдох. Назад. Выдох. Это все головой мы делаем? Право. Вдох. Да. Угу. Теперь в сторону. А, это право. Право здесь. Выдох, выдох. Да. Здесь еще важно очень дыхание. Дыхание, да. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отлично. Видишь, у меня справа и левая проблема, да. Ну, я стараюсь, да. Потренируемся. Потренируемся. К счастью, я не ваша автомобиль. Да, нормально все. Так, повороты головой. Раз, два, три. Три вдоха. Ага. И в другую сторону. Три выдоха. Еще разочек попробуем. То есть, ведем голову до небольшого натяжения. Делаем три вдоха. И поворачиваем три выдоха. Отлично. Похоже, знаешь, как на курсах беременных. Вот это дыши. Не знаю. Я тоже пока не знаю. Ну, ладно, давай. Дальше. Так, вращательные движения согнутыми руками. То есть, подходим к плечевым ротаторам. Десять кругов в одну сторону. И десять кругов в другую. Ну, давай какой-то сокращенный вариант вести. Потому что у нас все-таки эфирные. Давайте по пять. Ничего страшного. Давай, давай, по пять, да. А то я прямо сейчас как натренируюсь. Завтра аж это мышечная масса не влезет у меня в дверь. И в обратную сторону. Три. Только стараемся, чтобы амплитуба у нас была максимальная. Пять. Так, это у меня сережки бьются об микрофон. Руки перед собой. Да. Тщательные движения также. Только прямыми руками. Десять кругов. Пять кругов в одну сторону. Просто, как правило, я делаю десять. И все ученики у меня десять делают. Чтобы зарядочка была очень активной. И пять в другую. И пять в другую, да. Тут стол. И здесь важно очень дыхание соблюдать. То есть, это еще дыхательная гимнастика идет. Вдох через нос. Выдох через рот. И ты хочешь сказать, что вот эти вот простые упражнения, если делать их каждый день, они будут давать результат? Обязательно. Это что? Обязательно. Поднимется дом, улучшится здоровье, поднимется настроение. Вот многие спрашивают, Андрюха, что ты такой позитивный человек? Я просто делаю... Беру пример своей бабушке, которая в этом году исполнилась 90 лет. Представляете? Привет, бабушке огромной, пламенной. Бабулечка. Люблю тебя. Так, значит так. Следующее движение у нас будет. Ну, давай, показывай. Вращательный движение таза. О, я ждала этого упражнения. Руки на пояс. Ты знаешь, говорят, что у тебя идет брак по звуку, поэтому ты сохраняй молчание. Ты просто двигайся. Ты просто двигайся, и будут люди на тебя смотреть. А, значит, я буду повторять за тобой. Значит, мы делаем круговые движения тазом. Это у нас стимулирует кровообращение в тазу. Ты замолчал, так и смотрит, и я напряженно. Крестовая зона. Крестовая зона, все верно. Да, и... Пять в другую сторону, пять в другую. Амплитудку постарайтесь максимально. Ага. Это у нас работа с позвоночником, правильно? То есть он встает на место. Нижняя часть позвоночника. Крестовая зона. Ты знаешь, у нас тут технический специалист подоспел. Дмитрий, подойдите прямо в прямой эфир, мы вас спросим. Дмитрий, постичь. Дмитрий, поправьте, что у нас там происходит. Ну, мы... Слишком большая плита. Ну, зато смотри, все у нас живое, все у нас в прямом эфире, все у нас хорошо. Поговори, Андрей. А как слышно, друзья. Слышно тебя отлично. Слышно великолепно. Дмитрий, благодарим вас. Мы продолжим, Саша, позвоночник. Ну и давай что-нибудь такое посложнее. Посложнее. Так, давайте ножки совместим. Ставим друг к другу. Вращательное движение. Сейчас у нас будет активно стимулироваться коленный сустав. Ножки немножко согнем. И вращательное движение. Какое забавное движение. Знаешь, как танец маленький хотят. Ну, ноги очень трудно. Пять кругового оттуда, но пять в другую. Стараемся амплитуду максимально. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Отлично. Так. Отлично. Сделали. Что еще? Мы можем... Еще фишечку какую-нибудь показать. Уборно мы с тобой. Вот девушка нас сегодня нравится. Ой, это надо в кроссовках. А это в кроссовках. Так. Ну, мы с тобой зарядку сделали. Зарядочку, да. Мне кажется, что сейчас... Лайт, лайт вариант. Не, не, я уже оздоровилась. Я стала еще позитивнее. Меня прям вот прям... Мы сейчас с тобой прервемся на песню, да, чтобы вот окончательно все наши вот эти трески проводов прекратить. А потом Дмитрий покажет нам... Ой, господи, Дмитрий, Андрей, это я уже с техническими специалистами тебя путаю. Покажет нам полностью свою форму и постоит для вас на гвоздях. Слушай, смотри. Вау, какой мужчина у меня в студии сейчас находится. Андрей Лавков продолжает промо отжиматься. Говорит, не отвлекайте меня. Мне нужно быть в тонусе, Андрей. Я восхищена. Ну, давай, давай, вставай, вставай. Я понимаю, что ты можешь делать это часами. Ты можешь делать это непрекращенно. Но мы... А, кстати, обратите внимание, Андрей выполнил свое... обещание. Он показывает нам свою форму. Натуральную, друзья, натуральную. И если вот вы верите мне, вы мне верите, у вас нет причин мне не верить, Андрей показывал мне фотографии до и после, потому что себя он тоже приводил в форму. То есть ты был такого же типа сложения, как это? Абсолютно. Атром... Апоморф? Эктоморф. Эктоморф. Да, то есть это очень худой человек с полом отсутствия мышечной массы. Все верно, да. Сколько тебе потребовалось времени, чтобы прийти в форму? Система тренировок где-то возле пяти лет. Возле пяти? Ориентировочно, да, ориентировочно. Но результат держится прям уже так пролонгировано. Держится и растет вверх. Так, у нас здесь с тобой такие штуки, да? Ну, как бы я даже не знаю, как это назвать? Что это такое? С гвоздями. О, это острый гвоздь, я палец поранила. Настоящие гвозди, да. Слушай, у меня теперь дыра пальца, ну ладно. По 377 гвоздей на каждой доске. Они заточенные, что ли, у тебя? Ну, гвоздь. Ну, гвоздь. Гвоздь как гвоздь. Ой, слушай, и ты какой частью тела ты хочешь на него прилечь? Стопами. Стопами. Постоим. Давай ты начинай, а я буду верещать. Да. Вставать на них нужно на выдохе, расслабиться. То есть мне нужно сейчас создать вот эту мысль. А почему именно на выдохе? Ну, так положено. Хорошо. Так правильно. А тебя можно отвлекать? Или я тебя отвлеку, а тебе... Можно, да. Можно, да. Мне сейчас, кстати, предстоит... Сейчас также готовлюсь к русскому ниндзе. Это полоса препятствий, одна из самых трудных в мире. На первом канале, правильно я понимаю? На первом канале, да, все верно. И сейчас буду создавать себе мотивацию, чтобы все было классно. Ну-ка давай. Итак, друзья, он делает это. Он делает это, он встает. Ну что, поддержим Андрюху. У-ху! Браво! Просто человек взял и встал на острейшие гвозди. Слушай, я не представляю, как ты это делаешь. Здесь очень можно как бы быть расслабленным. Как можно расслабиться, когда ты стоишь на гвоздях? Можно. Слушай, а моржуешь, то есть ты ныряешь в прорубь, ты бегаешь по снегу, ты обливаешься ледяной водой, все вот это вот. Обливаться не люблю. Это такой начальный контрастный душ. То есть это у меня, как правило, в летний период. Летний период, период подготовки. Зимой у меня идет тренировка. То есть мы приезжаем к проруби. Обычно купаемся и тренируемся в Серебряной Бару. О, там хорошо. По воскресенью в два часа, как правило. Приглашает вас, Андрей, всех. Мы там, да, тренируемся. Рад буду видеть всех. Так, слушай, ну, Андрей, я ведь хотела тебя спросить по поводу вот того, что ты... Ощущения. Да, ощущения. Классно. Идет стимуляция активная. То есть прям чувствуешь, как вот энергия поднимается у тебя. Чувствую, чувствую. А ты вот на СНПРО будешь стоять вот так вот там? Мне сейчас изготавливают доски мой очень хороший знакомый, друг. У него свой магазин необычных, ну, своя, так сказать, мастерская и магазин необычных вот этих вот приспособлений. Штуковин. Штуковин, да. Там и турники вращающиеся есть, и доски, садху. Все, все есть у него. Высота гвоздя будет в несколько раз превышать эту. И такие же острые? Я думаю, еще острые. А если не выдержит у тебя кожа, я не знаю, ты на них наденешься там? Такого быть не может. Не может, да? Ну, вес, кстати, мой сейчас 65 килограмм. 65 килограмм не вижу. Как я. Кошную потолку держит именно на стопах, где-то ориентировочно возле 200. Я думаю, на СНПРО в ноябре, друзья, обязательно приходите, поддержите меня. Мне очень нужна будет ваша поддержка. Слушай, ну я-то приду тебя поддерживать. Я еще хотела про один момент поговорить. Помимо того, что ты, значит, питание, тренировки, моральный настрой, ты же еще мастер по массажу, причем потомственный специалист. Ты сам себя там как-то массируешь? Все верно. Тот человек, который умеет массировать самого себя, это просто волшебство. Но ты не умеешь? Умею. Волшебник, ребята. Основная задача массажа – это привести мышцы в нормотонус. То есть, как правило, у нас при современном ритме жизни, темпе жизни люди напряженные. То есть, статическое напряжение как раз шейно-воротниковая зона, пояснично-крестцовая – это те зоны, которые, как правило, локально страдают. Вот массаж снимает блоки как раз эмоциональные, физические. Приводит мышцы в нормотонус, и человек просто оживает. У меня вот девочка есть, сначала она ко мне пришла на массаж, у нее была бессонница, плохое самочувствие, в общем, что-то с личной жизнью, проблемы были какие-то. То есть, твой массаж, он как бы налаживает личную жизнь? Действительно, да. То есть, человек, появились силы, энергия, сон наладился. Сейчас я ее тренирую, она просто радуется жизни. Слушай, ну и про твои тренировки я тоже хотела проговорить, ведь ты творишь чудеса. То есть, за три месяца сколько? Трехмесячная трансформация, да. Как раз вчера у меня закончился очередной этап этой трансформации. Александр Климачев был одним из моих учеников. Мы с ним за три месяца похудели на 23 килограмма. Но вы не просто похудели, чтобы это все повисло, вы это накачали еще? И накачали еще, да. Ну, слушай, это прекрасно, это просто шедеврально. Следующий этап у нас будет, это, естественно, массонабор. Ну, не та масса, которая у нас была, от которой мы избавились, вот. А, соответственно, мышечная масса, правильная масса. Вот. А потом опять будем скидывать. Ты мне скажи, насколько вот тренинги вот эти эффективные, сколько нужно раз в неделю заниматься, как нужно питаться, чтобы все это сработало? Потому что люди в мегаполисе ходили... Все зависит, честно могу сказать, все зависит от задачи. Все зависит от задачи. Если человек нацелен на результат, это... Если это массонабор, то три тренировки в неделю будет вполне достаточно. Не больше. А если сброс веса? Если сброс веса, то... Пять. Средним? Да. То есть сбросить вес сложнее, чем набрать? И то, и другое очень сложно. И то, и другое очень сложно, но возможно. И тут очень важно, чтобы был наставник. Человек, который тебя будет не только просто тренировать. Я в тех своих учеников... Ну, я люблю свою работу, я душу в них вкладываю. Вот. Я... Поэтому и результаты появляются у нас все такие. Слушай, ну, на самом деле, ты большой молодец. Да, когда Андрей только пришел, он сказал, вы представляете себе, как проходят мои тренировки. Вернее, нет, вы не представляете себе, как они проходят. Говорит, у нас там весело, мы все хохочем, занимаемся, приходим в форму. Ты нормально стоишь на них? Стою, да. Да. У нас с тобой осталось полторы минуты. Я, во-первых, хочу всех наших зрителей и слушателей пригласить во все твои блоги. И в Инстаграм, и в ВКонтакте, и в Ютьюбе. Как называется твой аккаунт? Лобков.спорт или Андрей Лобкова. Лобкова. Ну, все очень просто, да. Просто найти, и там ты выкладываешь свои упражнения, свои рекорды. И давай опять-таки вернемся к СНПРО, да? То есть, значит, там ты будешь ставить рекорд Гиннеса. Рекорд Гиннеса, да. Дело в том, что через полгода после того, как я поставил рекорд, американец Рон Купер отжался такое же количество повторений, 107 повторений. Ах он! Ну, ничего страшного, мы это поправим. А сколько ты планируешь? Ну, как-то можешь загадать? Точно больше. Ну, мне хотелось бы, конечно, я планировал, чтобы у меня было два сжимания в секунду. Буду ориентироваться на 120 повторений. Слушай, ну, я желаю тебе удачи. Я надеюсь, что ты этот рекорд обязательно побьешь. И потом придешь к нам еще раз. Софья, расскажи, я вновь обладатель. У вас тут так классно. Поделаем какие-то новые упражнения. Обязательно. Расскажу, покажу. Ты вообще ходи трижды в неделю, а лучше пять раз в неделю, чтобы я вес бросила и как бы набрала. Андрей Лобков был у меня в гостях. Это было незабываемо. Это было потрясающе. Огромное спасибо. Я жду на... А что я жду? Может, и Кутузов придет? Он тоже нуждается, знаешь ли, в улучшении физической формы. Рад всем, друзья. Обращайтесь, помогу всем. Ну, а я напомню, что это телерадиоканал «Страна.ФМ». «Страна.ФМ».